Продолжение следует... Свой сегодняшний рассказ — это с верхней мизиней и речевой этикет. Что касается речевого этикета, это дань названию нашего курса, потому что, так или иначе, отчасти то, о чём я хочу говорить, касается того, каким образом люди вступают в коммуникацию, каким образом они взаимодействуют. Но не только это, потому что та сфера, о которой мне хочется поговорить, я, честно признаться, ещё не знаю, как к ней подползти. Мы, работая на Русском Севере, слышим много историй. Какие-то истории почему-то меня цепляли. Я буду приводить в качестве примеров ровно те, которые по какой-то причине меня впечатлили, напрягли, выбили из привычного понимания порядка вещей и так далее. И именно они станут предметом нашего внимания. Итак, кейсы. Первый случай. Первый случай – это деревня Ценогора, Лешиконского района. Когда мы туда приехали первый раз, мы общались с женщиной, которая работает библиотекарем в местной библиотеке, а также работает старостой местной часовней. И я её спросила, откуда она на эту часовню взялась, потому что в историях нам рассказывали, что церковь была сожжена, уничтожено, то есть её нет. И тогда она рассказала следующее. Она сказала, что сколько-то лет тому назад эту часовню перенесли с кладбища. То есть раньше эта часовня стояла на кладбище, потом её разобрали и поставили в центр деревни. Я не оставила эту историю, и информации о том, что часовню перенесли, мне было недостаточно. Я спросила, что такое было, почему её перенесли, эту самую часовню. И вот дальше последовал рассказ. Она сказала, что в деревне есть такой некий придурковатый или не придурковатый, но какой-то странный парень, который просто хлебом не корми, дай всё поджечь. А тут он хотел поджечь клуб. Надо сказать, что клуб в Ценнагаре – это такое шикарное, такое большое здание. Он был отловлен за этим телом. Дальше её цитирую. И хотели его прибить. Но отец не дал. И попросил общество, чтобы вызвали милицию, переводя эту историю. С ним хотели разобраться, то есть его хотели то ли кокнуть совсем, то ли избить до смерти. Но отец попросил, чтобы это решили не обычным порядком, а с приглашением властей. То есть вызвали милицию. Дальше, соответственно, он был в суд, он был осуждён, он пробыл сколько-то времени, год или сколько-то, в какой-то колонии или что-то в этом роде. А когда он вернулся, этот мужик со своим сыном и разобрал эту часовню на кладбище и перенёс её в центр деревни. И я о неё спрашиваю, так это что ли он для чего сделал, перенёс. Он говорит, ну он извинился так перед обществом. Это первый случай, который нас цепляет. То есть понятно, что здесь срабатывают какие-то порядки ценностей отношений и правил, которые нам не свойственны. Во-первых, идея, что есть какая-то потребность у человека измениться перед обществом. То есть он у общества попросил, чтобы сына его не карали жёстко. Ему было лучше предпочесть наказание, которое предъявляет наше постсоветское государство. Или советское, не знаю. Это, по-моему, были какие-то начала 90-х годов, судя по описаниям. Но и этого недостаточно. То есть кроме этого, по возвращении сына они совершили некий акт в сторону деревни, который был в деревне, видимо, принят. То есть это общество имеет какие-то свои собственные неписанные правила и нормы, которые предъявляются, которые практикуются. Но кроме этого, есть ещё некий жест в виде переноса церкви, который есть жест покаяния. То есть привет Раскольников, романа Достоевского. Второй случай, это наш первый приезд на Мизень, когда мы приехали не в Лешиконский район, а в Мизенский район, нас встретила одна из женщин, которая занимается культурой в районе. В тот момент, когда мы отправились по месту назначения от Мизени в те деревни, где должны были работать группы, случилась гроза, и на это время мы все заползли в какой-то сарай. Стоим мы со своими вещами и про что-то смешное разговариваем. Но в процессе разговора всплывает рассказ, она рассказывает о том человеке, который нас должен встретить в одной из групп, в одной из деревень. Об этом человеке она говорит, что он недавно женился по большой-большой любви, любил всю жизнь, прямо любил, а она была замужем за другим, а другой погиб, и теперь они, наконец, вместе. Но этим рассказ не заканчивается. Она рассказывает о том, что тот самый, который другой, застрелился. Такая вот беда случилась. Эта беда случилась, и следующая история после беды, это история про то, что для своей постройки, которую он делал, то ли двор, то ли что-то, то ли дом, он использовал чужие брёвна. Эти две истории рассказываны вместе. Он застрелился, и история про эти самые брёвна, которые нельзя было брать. В принципе, в том контексте эта история как-то не связалась, не прочиталась и была непонятна. Но позднее мы многократно сталкивались с тем, что, собственно говоря, даже и в том же году я жила в деревне Погорелец, и мы до того, как туда приехали, очень долго искали дом. Нам было никак не найти, в результате нас поселили в каком-то доме, где типа санчасти. Хотя, когда мы приехали, выяснилось, что в этой деревне треть пустых домов. Но нас туда не поселили, в эти пустые дома. Их нас не поселили туда, потому что эти дома принадлежат кому-то, кто и кого нет уже в этой деревне. То есть хозяева прежние умерли, а наследники проживают где-то, и они не могут принять решение по поводу этого дома. Нельзя, невозможно нарушить, вот этот самый фамильный дом, он находится в распоряжении наследника по роду. Можно просто усмотреть некую связь с представлением о том, что фамильные дома и фамилии метанимически связаны каким-то образом, и вхождение в чужую собственность в виде дома или двора есть покушение на эту собственность. И за это следует кара. То есть всё то, что происходит с тобой в дальнейшем, есть следствие того, что ты нарушил это правило. Есть некие правила собственности, похожие, но при этом эта собственность вот так вот специфически выделена, как дом, двор, хозяйство, род, которая как бы трансгрессия на этом рубеже невозможна, она немедленно карается. Конечно же, эта история напрямую связана и в принципе с представлением о неприкосновенности не то что чужого, вот наверное, в этом отношении это самое важное. Когда описывается традиционная культура, благодаря с лёгкой руки Альберта Кашволча Байбурина, все про своё и чужое очень бодро говорят. Но вот про чужое, то здесь же не чужое, а не моё. То есть не существует чужого, как ничего, существует всегда чьё-то. Есть граница моего и не моего, которое тоже в ведении кого-то, оно кому-то принадлежит. И вот на этих границах происходит какое-то выстраивание отношений, которое способствует тому, что ты это своё от несвоего точно отделял. Как мне представляется, с этой историей связаны правила поведения в лесу по поводу лешего, потому что это его пространство. Потому что лес – это не чужое пространство, а не твоё, но принадлежащее кому-то. То есть как бы не существует пустых зон. Следующий пример связан с фамильным наследованием. У наших информантов, то есть у жителей Мизини, существует один из промыслов, который неоднократно обсуждался, это охотничий промысел. Охотничий промысел предполагает охотничью тропу, по которой охотник перемещается, когда ставит селки, собирает добычу и так далее. Это называется охотничьи путики. Очень часто их называют родовыми путиками. Родовыми, потому что они передаются по роду. То есть охотник, освоив тропу, то есть точнее, получив эту тропу от кого-то, от своего отца, деда или дяди, ходит-охотится туда, и, например, если он умирает, ну вот жил-жил, охотился-охотился, умер, у него осталась вдова. Вдова теперь владеет путиком, она может не охотиться, но это её путик. Это означает, что эта тропа не может быть использована ни при каких обстоятельствах, но только с её позволения. Так наша собеседница из деревни Селище как раз говорила о том, что от её второго мужа ей остался путик, но вот она ещё не знает, как с ним распорядиться. Приходил сосед, спрашивал, но она позволения пока не дала. Актом передачи путика, если это не происходит по роду, а по наследованию, является просьба и согласие. Этого достаточно для того, чтобы путик перешёл, например, уже не по роду, а по свойству или ещё как-то. Видимо, следующий этап – это трансляция такого рода соглашения, устное же, предположим, к ней приходит свояк какой-нибудь Иван Иванов, спрашивает у неё, можно ли, она говорит, можно, и он расскажет, и она всем расскажет, что она свой путик Ивану Иванову отдала. В нашей беседе было понятно, что она ещё не отдала, то есть он уже попросил, а она ещё не отдала. Это всё между ними разговор. Но, если такого рода разговор уже состоялся, то всё дальнейшее использование этой территории очень жёстко контролируется. тот, который зашёл на чужой путик, то есть вот шокопутик, это просто тропинка, которую мы не видим в лесу, которая читается по каким-то метам или только этому человеку понятным, изветвлённым деревьям, сукам и так далее. То есть это же не дорога такая написана, Иванов, нет такой дороги. Этот Иванов только сам знает свою дорогу, но при этом, если Петров зайдёт на дорогу Иванова, то он напакостничал на чужом путике. Пакостничать – это брать чужую добычу, но если это происходит, то пакостника, так это называется, карают. И наш вопрос, а как, собственно говоря, обходится с пакостниками, говорилось о том, что мужики могут сломать лыжи, а это угроза жизни, потому что это широкие лыжи, на которых они уходят в лес на энное количество километров. Без лыжи оттуда не выйти. Если же пакостники случаются уже не на путиках, например, а человек снял улов с сетей, то могут, опять-таки, я не знаю, если или как, могут притопить, как они говорят, ласково так, притопить. Ну, то есть утопить. Слово утопить не звучит, но жив он или нет, мы не знаем, тот человек, который. Итак, это третий пример. Четвёртый, из тех, которые я вспомнила, достаточно общеизвестный, но он укладывается в ту картинку, которая потихонечку возникает из вот этих примеров. Это то, что на мезине, так же, как и во многих других отдалённых местах, не запирают дома. Замок на дом вешают только тогда, когда далеко и уезжают, и надолго. Ну, например, если женщина уезжает на всю зиму к родственникам в город, в Архангельск, например, то тогда она вешает на дом замок. Если она живёт здесь и уехала в соседнюю деревню, или она ушла в лес, или куда бы она ни ушла, то замок на дом не вешается, а ставится палка, которая называется старожок. Старожка вполне достаточно для того, чтобы было понятно, что человека нет дома, или он не хочет никого видеть, или он out of service, он закрыт в отношении коммуникации, или ещё что-то. Это практика такая, нам достаточно хорошо известна. Это ещё один случай из того же самого селища. Мне рассказывали, что одна из наших соседок, нет, как раз она довольно далеко, на другом конце деревни жила, вот я топаю до конца деревни, не прихожу, там стоит палка. Я ухожу, через какое-то время я снова притопываю, там опять палка эта стоит. и когда пришла наша соседка, я сказала, что я с этой женщиной никак не могу поговорить, потому что её всё время нет. Она говорит, что ты, она есть, она дома, просто она ни с кем общаться не хочет. Я говорю, ну так значит, не получится. Она говорит, так это же не для тебя палка. И она меня проводит обратно к этой женщине, бодро отодвигает палку, да, она действительно сидит дома. То есть выясняется, что палка, которая стоит на доме, она для тех, кто знает, что она не для них. А для тех, кто может догадаться, что не для них, она для них не работает, эта самая палка. То есть есть, скажем так, язык палки и речь палки. То есть есть нормы и есть узус. Так вот, когда она, палка как речь, то это не просто речь, а высказывание, адресованное конкретному алкоголику Петровичу, который ходит за рублём, чтобы купить водку. И для него стоит палка, да, и он знает, что эта палка непроходима. Те наблюдения, о которых я говорила, это наблюдения, там последних лет. Но следующее, это, скажем, наблюдение последнего года, то есть этого года. В практике, ну, в Ожгоре, например, в которой я жила, существует негласный порядок приветствий. Этот принцип приветствий срабатывает, когда ты на дороге. Значит, ты идёшь по деревне, и начинаешь сближаться с человеком, который идёт тебе навстречу. В зависимости от того, кто это, кто-то что-то говорит. Так, если мы сходимся с девочкой или мальчиком любого возраста, от умеющих говорить до лет 17-20 уже там таких молодых людей, они первыми со мной здоровались. А со старшими начинается интересная история. Женщины, молодые женщины здороваются точно так же, как со мной первые, точно так же, как это делают девочки и мальчики. Мои ровесницы, ну, приблизительно, женщины моих лет, да, есть такая игра, кто первый скажет добрый день. То есть, вот, ты пытаешься понять, когда ты достигнешь того расстояния, когда уже пора говорить добрый день. Эти расстояния разные. Дети приветствуют тебя на расстоянии пяти метров, ну, как минимум, а то и дальше. Женщины сближаются, то есть, вот эта парциальная как бы парциальная зона, да, она меняется, да, в зависимости от участников коммуникации. Интересная игра происходит с мужчинами, плюс особые женщины, которые исключаются из этих правил. Так, молодые женщины, приехавшие из города, не здороваются. Но очень видно, что они очень напрягаются в том месте, когда они со мной не здороваются. И когда я здороваюсь первая, они совсем напрягаются, просто, просто, вот как бы плохо от этого, но они не здороваются. Ясно, ясно, что у них есть некая дилемма, да, и они принимают решение. Это очень похоже на то решение, которое принимает заяц, платить или не платить в автобусе. Очень гордо и независимо шествуют молодые мужчины, держа молчание. И понятно, что молодые мужчины, мужчины средних лет, они как бы держат такое вот гробовое молчание, такое ощущение, что здесь зона приветствия, ну, как бы здесь как бы существует запрет на коммуникацию или какое-то правило. Я его не знаю, да, я просто как бы делюсь с вами своими наблюдениями. Если я здороваюсь с мужчиной молодым, то он не совсем, он отвечает, впадая в мальчика, ну, вот туда, реагируя, как подросток. Чуть взрослее мужчины берут инициативу за коммуникацию, но они не здороваются, то есть они не говорят добрый день практически никогда, они говорят что-нибудь. В принципе, это иерархия. В принципе, что здесь есть инструменты доминирования и подчинения, которые, ну, да, то есть даже не совсем подчинение, но во всяком случае полувзрастной иерархии, которая разыгрывается каждый раз в момент начала коммуникации. Понятно, что может быть беспроблемное такое первое-второе, считаясь, если я твёрдо знаю, что я подросток, мальчик, я знаю, как со всем этим миром иметь дело. Понятно, что как только я выхожу в некую зону, когда я не очень знаю, кто я такой, у меня возникают проблемы, тогда меня должны каким-то образом встраивать, сообщать или требовать, каким образом я должен реагировать в той или иной коммуникативной ситуации. Я думала о том, на что это похоже, вообще-то, что это такое за игра такая специальная, и подумала, что это очень похоже на известную городскую забаву, кто кому уступает место в метро. Понимаете, о чём идёт речь. С одной стороны, есть правило, семь мест для, что там написано, пассажиров, с детьми и инвалидов. Но позиты поймёте, кто инвалид. И с детьми оно где заканчивается, когда заканчивается ребёнок. Это не оговорено в условиях. Следовательно, это будет решаться здесь и сейчас. И здесь и сейчас происходит разыгрывание по поводу иерархии, подчинений и значимостей. Как я уже сказала, здесь мы можем найти некие соответствия. Но в каких-то случаях, что касается ничьей или чьей-то земли, или ничьего или чьего-то всегда, у нас соответствий нет. Получается, что в рамках одной и той же культуры, одного и того же языка мы существуем в разных этосах. Вот в этом месте ценностная система. Кстати говоря, как мне представляется, наиболее удобное русское слово, которое позволяет определить то, о чём я говорю, это устои общества. Такое прекрасное на самом деле есть почти идиоматическое выражение, но это именно те самые устои, на которых оно стоит на этом. Стоит каждый раз, подтверждаясь в определённых коммуникативных взаимодействиях. Или переустраивается, но это очень, с одной стороны, тонкая настройка, с другой стороны, явленная в таком валовом порядке повторяемостей, что в принципе у нас с вами есть инструменты, диагностировать положение дела. И последний пример, на котором я хотела бы завершить сегодняшний рассказ, но скорее рассказ это информация к размышлению. Это множество историй, связанных с обетными крестами. Около деревни или вдали от деревни ставится крест по обету. И потом жители этой деревни ходят к этому кресту просить каких-либо благ или обращаются с молитвой к Богу около этого креста в ситуациях каких-то несчастий. Давайте я расскажу опять-таки пример. Эта история на меня произвела сильное впечатление. В той же самой Ценгаре в Лешаконском районе одна из наших собеседниц рассказывала о том, когда они с мамой ходили к обетному кресту. Это произошло, когда её старшая сестра, которая была в Лешаконском или где-то ещё, заболела и им позвонили, сообщили, что она при смерти и что нужно ехать туда к ребёнку. В этот момент мама, а рассказчица на тот пор было 5-7 лет, мама никуда не поехала, она достала ткань и села шить обетное полотенце, то есть вышивать крест. Она вечером вышила полотенце, они утром встали и пошли к кресту, это далёкий крест, который 7-9 километров от деревни, они сходили, отнесли это полотенце, вернулись и только потом собирались поехать. Это прозначимость этого места и некий внутренний порядок и рисунок жизни, который стоит за взаимодействием с этими крестами. Ещё один момент, связанный с крестами, что это есть точка, где перераспределяется благо любого качества, в том числе и материальные блага, потому что тот, кто несёт относ к кресту, он несёт для кого-то, кто может взять оттуда, если ему это нужно в качестве милостой. Каким образом назвать это? Назвать ли это, как я уже сказала, это являет себя через коммуникативные практики? Возможно, это можно назвать этосом, хотя это слово используют, как я уже сказала, очень по-разному. Но в любом случае это позволяет, то есть слово этос позволяет выделить некую нормативно-ценностную составляющую в определённой социокультно-ородной практике. И как мне представляется один из путей, это как раз посредством техники включённого наблюдения, взаимодействуя в прямой устной коммуникации, ловить те точки несовпадения, которые позволяют обнаружить этос тогда, когда наши этосы не совпадают. Потому что там, когда они совпадают, мы не видим. Мы не видим, когда мы совпадаем в ценностях и в правилах, мы их не различаем. Только в несовпадении мы можем каким-то образом осознать, что у нас он тоже есть, что мы каким-то образом выстраиваем наши ценности и наши отношения и что для этого мы используем коммуникативные практики.